Музыка Может быть на голову встать? Я могу встать. Я каждое утро занимаюсь гимнастикой. Предложение присесть на время интервью Михаил Егорович отметает сразу. Привык работать стоя. Не только в операционных. Почти полвека в качестве преподавателя. При этом с детства о белых халатах не мечтал. В 44-м подал документы в артиллерийскую школу. Ответа не дождался. А без документов его могли принять лишь в фельдшерско-акушерское училище. Бумажный вопрос, кстати, не дал ему позже оперативно поступить и в мединститут. В приемной комиссии потребовали документ о воинской обязанности. У вас нет документов в отношении к воинской обязанности. Я приехал, пошел в военкомат, говорю так и так. Они говорят, сейчас мы вам дадим. Что-то пошептались. Через некоторое время приходят и приносят повестку. Явиться на сборный пункт. И я ушел на 4 года в армию. Раритетная штучка. 4 года в армии. Служил на Дальнем Востоке, в Мурманске, в Китае. Был даже награжден медалью Дружбы народов КНР и СССР с подписью Мао Цзэдуна. Вернулся, поступил в мединститут. Рассказывает, там были отличные учителя. На них и равнялся почти полвека, преподавая анестезиологию. Стал первым лектором в регионе. Передавал опыты за рубежом. Алжир, затем Лаос. Несколько лет трудился там анестезиологом. Был экспертом Всемирной организации здравоохранения. Большой опыт. А значит и открытия. Значительные. Я диссертацию написал по обезболиванию при теретоксическом зобе. Это тяжелейшие больные. Я их выхаживал. Не выходя из больницы по 3 более суток. Это личная диссертация. Я лично сам написал без всякой помощи. Все выстрадал. Все выстрадано мною. После окончания мединститута с 60-го года трудится в областной больнице. Когда в 64-м здесь открыли отделение анестезиологии, молодой талантливый врач стал заведующим. Хотя вспоминает, сначала-то хотел быть хирургом. Не жалеете, что хирургом-то не стали? Вы знаете, не жалею. Не жалею. Трудная работа. Вы знаете, вот хирург работает, он сделал операцию, уходит. А мы еще остаемся с больным. 2-3 часа. Так, Сережа, да? 2-3 часа остаемся с больным. Выхаживаем. Коллеги отмечают, Михаил Егорович хорошо знает не только историю анестезиологии. В курсе всех самых современных достижений. А когда мы у него спрашиваем секреты его долголетия, он отвечает, что это йога. Про диеты я спрашиваю, он говорит, особой диеты я не соблюдаю. Вот, все обследования, которые он на сегодня проходит, показывают норму. Космонавт. Космонавт, да. Практически так и есть. Никогда не курил, всю жизнь занимается спортом, всегда в хорошем настроении. Окружающие отмечают, на свои годы Михаил Егорович не выглядит, да и сам он уверен, не возраст главное. Опыт тут главное. На опыт, да, свой опыт я не жалею, я передаю. Все, что положительное есть в моей работе, все я стараюсь передать. Ну, я, наверное, много вам хорошего рассказал, хвалюсь, нет, я не хвалюсь. Всю жизнь я трудился, я не отказывался ни от какой работы. Самое трудное, вот работая здесь в областной больнице, значит, самые тяжелые, самые трудные наркозы, ага, Михаил Горьевич, вы кандидат в науку, вы специалисты, дети. Я ходил, да, я не отказывался, да, тяжело было, да, трудно, но я все силы отдавал, чтобы спасти, помочь больному, чтобы люди выздоравливали. Вот такой мой девиз. Многочисленные грамоты, медали. За годы работы он провел около 35 тысяч общих анестезий. Стал автором более 70 научных публикаций и лауреатом конкурса «Врач года» в номинации «За верность профессии».